Более двух с половиной тысяч творческих работ юных художников со всех регионов Беларуси приняли участие в республиканском конкурсе живописи «Счастье жить в мирной стране». Их авторам от 6 до 17 лет. Среди участников были представители личины. Для областного этапа конкурса на районном уровне жюри отобрало 36 живописных творений. Шесть из них были отправлены на республиканский конкурс. Все они написаны ребятами из Литской детской художественной школы искусств. Каждая работа – свое виденье мира. Дети по-своему видят мир окружающий нас, поэтому и восприятие у них несколько другое. Они видят больше прекрасного, то, что сегодня их радует, то, что сегодня запоминается, то, что впечатляет, то, что они хотят, по крайней мере, сегодня видеть. И поэтому то, что дети приняли участие в конкурсе «Счастье жить в мирной стране», наверное, это радость того, что их окружает, радость того, что мы сегодня видим, что дети в прекрасной стране, прекрасно живут, прекрасно учатся и получают прекрасные результаты. По условиям конкурса на республиканском этапе от каждой области и города Минска жюри выбирало лучшие работы в трех возрастных категориях. 18 вошли в книгу-альбом «Дети за мир. Рисунки». 9 стали участниками республиканской выставки «Дети за мир». Авторы трех названы победителями республиканского конкурса живописи «Счастье жить в мирной стране». В числе отмеченных и 12-летняя литчанка Дарья Завала. Уже три года девочка занимается живописью в детской художественной школе искусств у педагога Татьяны Лукьян. Именно она и предложила юной художнице поучаствовать в конкурсе «Счастье жить в мирной стране». Девочка сразу согласилась, ведь тематика ей очень близка и картина, которую можно было представить жюри, уже была практически написана. Три недели ушло на доработку картины. В результате на холсте с помощью гуаши и кистей Даша создала признание в любви к своему городу. Летом на пленэре я рисовала Литский замок. И потом пришло время, когда мне объявили об этом конкурсе. И я сразу вспомнила то, что на пленэре рисовала что-то похожее. Нашла эту картину и решила перерисовать ее. Картина Дарьи Завала была признана одной из лучших на областном этапе конкурса живописи. А позже и на республиканском. Эта работа литчанки внесена в альбом «Дети за мир. Рисунки». Важность и хрупкость мира пытался передать красками литчанин Михаил Дятчик. Его работа была среди шести представленных нашими земляками на областном этапе конкурса «Счастье жить в мирной стране». Семь лет Миша посещал Литскую детскую художественную школу искусств. И под руководством педагога Инны Вегеры постигал секреты живописи и других направлений. Для конкурса он написал картину «Беларусь над водной гладью». Причем на работу над ней у него ушло лишь два дня. Меня вдохновили пейзажи Беларуси. На картине изображен пейзаж Беларуси, озеро и домик в деревне. Рассовала я гуашу. Гуашу мне нравится, потому что она чуть-чуть гуще, чем акварель. Гуашу можно исправить недочеты. Акварелью придется начинать все заново. Глядя на картину участников конкурса живописи, понимаешь, при помощи красок можно не только показать красоту вокруг, но и передать свое понимание мира. И у юных художников оно не менее глубокое, чем у опытных.